Уже прошел целый час, поэтому я сегодня не докладываю, поэтому я успел приготовить небольшую презентацию, но скромную, которая касается расчета двумерных электродинамического моделирования двумерных массивов подобных. Рассмотрим в качестве этого примера начальную конструкцию, то есть когда вибратор с отражателем находится в воздухе. То есть если бы у нас не было международной подложки с высокой электрической проницательностью, то в принципе достаточно было бы для приема излучения разместить воздушный вибратор, который бы перекрывал область порядка полмиллиметра, миллиметра, и набор небольшого количества таких вибраторов уже бы хорошо работал. Наша ситуация другая. От внешнего излучателя зеркала антенны на фокальную плоскость падает волна, которую можно приближенно считать плоской в зоне перетяжки, в фокусе. Здесь мы располагаем наши массивы полометров той или иной конструкции при параллельно последовательном соединении. И решаем задачу, какая часть волны поглотится, какая при этом будет сенсогласование, постполяризация и другие показатели. Основной источник проблем здесь – это высокое диетрическое проницательное скремление, которое порождает волны, бегающие вдоль подложки, при условиях нашего плана падает поперек, и приводящие к другим массам проблем при отражении границы, отнесения, и так далее. Здесь кратко рассмотрены вот такие задачи решались. И дальше я рассмотрю, к чему это приводит. И какие пути возможны данные решения, если при условии, как шанс, эти задачи будут признаны актуальными и будет целесообразно рассматривать. Значит, мы можем так или иначе, покаленное пятно для бумеранда составляет порядка 3-4 мм, как вы ни спорили, ни считали. Все равно оно так и остается. Другое дело, что там пиксели мы можем поставить на расстоянии 2 мм и меньше, там, скорее, расстояние разрешения релея, может быть, они поменьше будут. Тем не менее, эти площади получаются достаточно большими, которые измеряются единицами, когда десятки квадратных миллиметров. Если мы ставим 2D-массивы балометров для того, чтобы поглотить всю большую часть мощности падающего на такое пятно, то количество элементов достаточно высоко получается. Соответственно, получается 20 на 20, 3-8, 4 на 4 и выше. Это может привести к ряду других несколько проблем, таких как унижение выхода водных, унижение... Это требует высокого уровня отработки технологии, увеличивается площадь переходов и вынижается устойчивость к космическому изучению, хотя, по принципу, в баллонах норовых электронах она и остается высоким, но, в принципе, когда или минус 0, сотни, а дают тысячи, это может быть через счет. Тем более, так понимаем, что оптимальное отношение сигнал «Шум» наблюдается, когда число ячеек и элементов бонометров может подняться 8 на 8, или не только числа. Какие пути? Выходы из решения. Одни из путей решения проблемы большого и слишком большого числа вопросов. Это использование концентрирующих элементов. И, с одной стороны, другой путь, если мы расслабляем, это разреженные матрицы баллов. Для массива баллов. Как один из путей моделировались, так называемые, малоразмерные двухмерные массивы с концентрирующими элементами типа рупорно-линзовых концентраторов. Что удалось получить? Рупорно-линзовых концентраторов на входе имеет размер, допустим, 4 на 4 миллиметра. Он концентрирует энергию в пятно, в конце рупора, с размером, допустим, пол на 0,5 на 0,5 миллиметра. В этом педне мы располагаем порядок 5 на 5, ну, где-то от 3 на 3 до 8 на 8, мы можем рассматривать примеры, ячейки. То есть число ячейк измеряется не соль, а не но десятками. Показано, что такие структуры хорошо, достаточно хорошо работают. То есть уровень средней склассования 60-70% расчетный, естественно, уровень при точном исполнении элементов реально будет ниже несколько, при правильном выборе толщины. Таким образом, концентрирующий элемент позволяет получить то, что с трудом удается получить гораздо больше с трудом на линзах, если удается, и то, что, по крайней мере, раньше по всем расчетам не удавалось получить на одиночном. То есть на одиночном элементе коэффициент согласования, влачение по мощности редко превышал там 10-15%. Выше линзу, дальше линзу уже не работал. Это было связано с немалыми размерами элемента вибратора. Ну, по крайней мере, при простых вибраторах. То есть это вибратор полуволновый имеет размер 0,1 миллиметра, входной ключок у нас 4, диаметром, допустим, 3-4 миллиметра, сконцентрировать открытые линзы. Рупор, сочетание с линзовой системой, ну, гораздо лучше с этим справляется, то есть уровень концентрации энергии достигает там 50-100 раз при невысоком относительной ценности отражения рупора. Что позволяет использовать размер меньшей размерности. Один из, ну, можно рассматривать, как один из некоторых гибридных промежуточных путей между, так и, единичными ячейками и широкими массивами, которые может видеть некий сломит, проявающий сломит. Второе направление, ну, которое меньше рассматривалось, но сейчас возникает вопрос о том, что это полезно, это верхние массивы. Вот, в частности, массив диполий, связанных по постоянному току на текущихся колонными сопротивлениями, он имеет в 4 раза меньше ячеек, чем массив из плотных ячеек диполий с непосредственными калимоническими связями полуметалла. Можно рассмотреть и другие виды перспективных. Редких массивов мы рассматривали как разновидности плоских антеннных решеток, то есть спиральные антенны, ритмические спиральные, многочастотные массивы. Что показали все предыдущие расчеты? Если мы имеем полуволновую, значит, решетку с полуволновой длиной, она ведет себя примерно, ну, в чем-то похоже, как и сплошная резистивная тревога. Там, естественно, поправьте, по слову «похожесть» не означает, что мы просто сравниваем количественные результаты, мы прямуем. Но она похожа на сравнивание. То есть есть высокий эффект, расчетный высокий эффект поглощения такой системы поглотителей. Дальнейшее увеличение плотности, например, если мы не полуволновой брать, например, лямбда на 10, это вообще превращает ее, по свойству, на совсем близкие к пленке, становится. У пленочных резисторов поглотителей объем таких плоских поглотителей, естественно, высокий эффект согласования поглощений. И тут никаких, как бы, причин не видно, чтобы они не работали. Все исключение того, насколько четко их наблюдает технический резонт. Поэтому, возможно, на другом направлении, это раз анализ редких разреженных массивов, которые могли бы позволить в 4 томовато в целом. В большей числе у нас уменьшить количество элементов массива за счет использования более сложных антеннных решеток, более сложных видов антенн. Особенно это хорошо делать, если нам не требуется опиполяризация на лиц высокий уровень, вопрос поливидации, что твердотельная структура всегда тяжело получается, хотя мы, понятно, что это не получаем, расчетно, но масса факторов, отражения от границ, несогласования, цепи питания, они влияют сильно на все эти результаты. Поэтому разреженные массивы существенно могут уменьшить количество ячеек, что, вероятно, тоже приведет к увеличению выхода годных изделий, меньшему количеству дефектов и удешевлению данной конструкции за счет усложнения ее плоской металлифизированной антеннессисии. Вот третья возможная задача, которая промежуточная, она скорее металлифическая, большая задача, это создание банков, банков тестовых задач для расчета двухмерных решений. Сейчас наблюдается ситуация, когда большое расхождение расхождение между и расчетными, назовем теоретическими, но, на самом деле, численное моделирование, или численный эксперимент, как вы тогда называете, между теоретическими расчетами, между технологическим исполнением и потом условием проведения эксперимента. То есть считается одно, делается другое, и меряется третья услуга. Поэтому все равно количеству результаты, наверное, сложно. Наличие все-таки банка тестовых задач, решений позволит, во-первых, добить некое единство постановки, хотя бы на модель на порт. Согласовать исходные параметры, параметры материалов, сопоставить результаты моделирования, определенные разной программой, что должно в конечном итоге повысить некое доверие технологов и разработчиков конструкции к результатам расчета и, наоборот, результаты расчета можно было указать. Иначе получается, безусловно, расхождение, оно есть, которое и не способствует достижению конечного результата. Вот основные направления ближайших сцепий. Продолжение следует... Продолжение следует... Изменять нету. Ну, в принципе, если просто чисто задачу оптимизации решать, то толщина подложки немножко может подстраиваться под это, но очень небольшие пределы. Но, в принципе, она не меняется. То есть это плоская альтернар решетка. Вопрос другой, с какой площади мы соберем энергию падающей волны? Вот более простые деполи. Вот они полуволновые собираются. Ну, максимум расстояния для... Более сложные антенны, они собирают... С небольшой потерей эффективности могут собирать энергию с большей площадью. Тем самым уменьшают число активных элементов. В самом массе. Нужно вас что-то другое занимало, 4 раза прорежет или какие-то люди, если на 4-4 рассматривали? Вот я очень редкие не рассматривал. Это скорее поставил задачу как будущие. То есть я до 4-х раз реже. Делал это, работает. С некоторым процентом, ну, процент с 15-20 эффективности поглощения теряется. Сильно редкие я не беру, по крайней мере. Если это интересно будет, я займусь вопросом. Но там сработает еще. Ну, до преднета, в момент стандартного работы. Проблема, опять же, проблема в другом. Если мы еще хотим при этом принимать обиполяризацию с относительно умеренной уровнем рост поляризации, то лишь чем-то редкие ячейки имеют две стороны. С одной стороны, влияние элементов меньше. Соответственно, взаимодействие элементов на рост поляризов. С другой стороны, любой процент падающей мощности от волны на подложку, который не поглощен, он не излучается почти. Вот результат, как мы уже показали, что у нас падает волна. Допустим, мы 80% поглощали. 3% из волны... А, точнее говоря, по-другому я бы сказал. И падает волна есть неоднородность, на которой приводит к рост поляризации. Из нее, из этой полученной дополнительной мощности переизлучения, там, процентов 68, поглощает соседними ячейками. Из них процентов 30, рост поляризации. Процента только 3 выходит из подложки. Подложка – это резонат, в первую точку. Процент 3 в подложке, процентов 10 доходит до границ, где могут поглотиться, а может отразиться. То есть, все, что мы не доверим, это все влияет на крост поляризации. Если у нас нет такого понятия, и мы принимаем только одну поляризацию волны, а вторую неделю, тогда такая проблема облегчается, и тогда нам не страшно, что часть мощности не поглотилась, потому что чувствительность, видимо, достаточно высокого этих элементов. Общая площадь большая, мощность хорошо поглощает. Но толщина подложки весьма-весьма критически поглотилась. Понятно, чем она тоньше, тем дорого лучше, но тонкие подложки, даже 3 четверти лямбда – это 160-160 микронов, они хрупкие и тонкие. Ну, может быть, лучше было вообще меньше четверти сделать, тогда вообще многих проблем в отбаре сразу, но это уже десятки микроны менее. Это у нас вот сунут на ватные 140 микроны, делая запас. Ну, 140, ну, там, да, 140, да, где взять диапазон где-то 380 ГГц от хорошей. Честно, рабочая часть не во всей подложке, но в случае 4х4 миллиметра центра. То есть, в принципе, это хорошо. Да, это там правда. Ну, я вот считал, когда, в кремнии и на сапфиле, если кремния там немножко, вообще, там, суммы 30 микрон кремния, дальше сапфил. Вот такие подложки, они еще лучше там, еще меньше волны распространяются в ненужных направлениях. Ну, понятно, что вот та же вопрос поляризации. Проблема цилиндров, у меня уже нет не столько электроделямы, сколько качественного изготовления. То есть, отражение границ, неоднородность, неоднородность сопротивления в рабочей точке вот этого массива от полной однородности нельзя, и это вот основные причины, которые и ту влияют. То есть, сама конструкция и ту влияет, но... То есть, именно конструкция секции, в постепенном образе. Спасибо. Спасибо за сотрудничество. Еще есть вопросы, коллеги? Нет больше. Спасибо.